Добрый день, хорошей недели всем. Потихонечку приближается весна, это на самом деле весна в какой-то мере. Новый еврейский год. Новый год, еврейский именно. Это месяц, скоро будет месяц Ниссан, для вас будет первым месяцем. И мы говорим на обычный Новый год в Тишине, что и все тяжелые и плохие вещи остались позади и хорошие вещи начались. Вот это мы тоже надеемся с весной все начнет в самом деле жизнь расцветать и будет много радости в Исраиле. И начнем готовиться к Песоку. Песоку очень много готовимся. Песок это основной праздник, начало жизни еврейского народа, как Менахан как рассказал, порождение еврейского народа, именно как народ очень правильно сказал. И вот это каждый год мы в общем-то осознаем смесь и назначение нашего народа и в том числе и нас самого. И много готовимся, хотя бы месяц, каждый по халахе, месяц надо готовиться по халахе, потому что очень много халахи есть, связанных с мацой, там хамед, с маца, сейчас посмотрим тоже, чем мы будем заниматься. Ну а также убираются там квартиры, там весенние большие, огромная уборка, это потом обновляется дом, красит там, все покупают и новую одежду, посуду, в общем это огромная эпопея, потом еще Песок, еще неделя и в общем-то потом уже будем двигаться в сторону Дня независимости. В общем это такая, такой большой промежуток времени, который в центре у нас Песок. Поэтому мы сейчас тоже будем готовиться, подготовить себя и мы будем читать Мишнает Псахэм. Мишнает Псахэм. И вот я хочу попросить Минахам, чтобы начал читать, введение, там несколько срочек. Введение. Трактат Мишны Псахэм посвящен в основном трем главным законам. Первое о хамце и маце, второе о совершении жертвоприношения Песах и третье о проведении седера в первую ночь Песах. Значит, вот этот трактат Псахэм, у него три темы. Во-первых, самое главное выяснить нам, что такое хамец и маца. Кто-то знает, что такое хамец? Что скажите? Квасное. Квасное. Квасное, что такое хамец? Квасное, в котором есть дрочек, которое поднялось. Тесто поднялось. Отлично. Какие блюда? Не только мука еще. Разные. Все, из чего делает. Все то, из чего делает. Делается из муки, да? Да. Например, можешь дать примере. Это могут быть, как и злаки, так и напитки. Макароны, макароны, ну все, все. Всякие пирожки, пироги, пиво, да, водка, если пшеничные. Йофи. Значит, вот это хамец. И в Песах, да, мы должны знать, что хамец такой маца, потому что, почему? За 18 минут они вышли из Египта, они успелось сделать... Да, но почему должны знать, что такое хамец? Чтобы его не есть, чтобы не было. Чтобы не было у нас не есть, конечно, и чтобы не было дома. Окей? Отлично. Это первый, который очень-очень важный момент. Второй, который в этом трактате о жертвоприношении Песах, то есть это во время, когда уже хотя бы есть жертвенник, не обязательно даже храм. Тогда народ может, то есть каждое семейство приносит барашку и делается потом шашлык. И не шашлык, а на вертеле жарится целая барашка маленькая, годовая, с меньше, чем года. Или козленок. И это вместе, значит, семейство делает праздник и кушает. Все семейства, они приезжают в Иерусалим, обязательно приносят эту барашку на руках, это маленькая, в храм. Там делается, как будто пил корбан, преподносится во имя всего этого семейства или друзья к Творцу. И потом уже берут, то есть кровь дается, да, кровь от этой барашки, наливается на жертвенники, как будто даем жизнь во имя нас, Творцу, мы готовы. И потом уже на холмах Иерусалимских там, каждая там и жарит это, то самое. Уже тепло, бывает тепло, бывает тепло уже очень, песок, не холодно. Окей, потом кушают, это немножко кушают, каждый получает чуть-чуть из этой барашки. Может быть, например, здесь семейство 50 человек, да. Но, правда, мы сегодня не делаем жертвопинощение, да, только упоминание. Но могут быть большие семейства, так это не хватает маленькой барашки или козленок. И поэтому обычно и забывают корову или бика, и там, в общем, покрупнее, или барана. Я не знаю сколько кило мяса, там 50-100 кило мяса. Окей. Но вот это жертвоприношение, это вторая часть, которая, в общем-то, говорит о живой связи с Творцом. Окей. И третий, который в этом трактеате, это Седер. Седер, Лейла Седер. Все уже были на Лейле Седере? Да. Вот. Тогда, представляете, сегодня это то, что у нас есть, чтобы быть в живой связи с Творцом и с Израилем. Это очень большой праздник, большая радость. Ты ощущаешь это, что ты со всем народом и с Творцом это потрясающе. Окей. Ну, там есть свои законы, как это все проводили. Немножко познакомимся чуть-чуть с каждым. Седер, теперь давайте начнем смотреть Мишнают. А, ну, чуть-чуть еще изведение там надо. Согласно Тори, с хамец в течение праздника Песов связаны три запрета. Это запрет употреблять хамец в пищу. Второй запрет – извлекать из хамец какую бы то ни было в пользу. И третий запрет – это оставлять хамец в своем владении в течение всего праздника Песах. Окей. Ребята, вы не сказали мне, что надо петь песню вначале. Мы сейчас вернемся к этому. Но для начала, тем более, что мы с вами говорим немножко про свободу. Мы споем. Это первая песня обычно, что мы поем. И даже до Маништана, до того, чем отличается ночь. Первая песня – мы били рабами. Ребенок спрашивает, чем отличается ночь от всех остальных ночей. И потом ведущий Седера. Далее Ла Седера – ночь Седера отвечает, мы были рабами, а теперь мы свободны. Люди. Значит, это мы обычно поем вместе все. Абадим Хаину – это были рабами. Ата бене Хурин. Ата – это пишется Айн. Это не ты, кто немножко уже отмечает. Ата бене Хурин. А теперь бене Хурин – это мы свободны люди. Это все слова. М sprотом. Ата бене Хурин и необ��. Ата бене Хурин. Абадим Хаину. Ай-ну, а-та, а-та, бене хорин, а-дин. Ай-ну, а-та, а-та, бене хорин, бене хорин. А-та, а-та, бене хорин, бене хорин. Ты мне еще попробует. Молодцы, очень хорошо. Абадим хай-ну, хай-ну, а-та, бене хорин, бене хорин. Абадим хай-ну, а-та, а-та, бене хорин. Абадим хай-ну, а-та, а-та, бене хорин, бене хорин. А-та, а-та, бене хорин, бене хорин. Конечно, мы еще должны понять, как это связано, что мы не кушаем хамец, с тем, что мы стали, мы становимся свободными. Вот еще раз, почитай, пожалуйста, еще раз. Бет. Бет. Согласно Тори, с хамец в течение праздников связаны три запрета. Употреблять хамец в пищу, извлекать из хамец какую-то витаминь не было выгоду и оставлять хамец в своем владении на весь праздник Песах. Окей. Значит, самый строгий, очень строгий запрет не кушать хамец. Вы знаете, какое есть наказание от этого, кто кушает? Карет. Карет. Что такое карет? Отвечения души. Отвечения души. Отвечения души. Что это значит, отвечения души? Отдавая душа. Отдавая душа. Отдавая душа исчезает. Душа исчезает. Потому что душа еврейского народа, она вечная, да? И каждая душа, которая сейчас этой вечной души, она... Она час. Дай нам свою часть. Как говорится, а если человек кушает хамец, тогда что будет с ним? Он же не еврей. Другой сказал, что он сделал? Покушай немножко макароны. Понимаешь, немножко казается. Что случилось, ребята? Что происходит за еврейским? Потому что начало, все началось чуть-чуть. То есть, если человек поесть свинину чуть-чуть, у него будет карет? Не будет. Всегда. Он получает немножко воспитательные, воспитательные такие моменты, но карета не будет. Он будет оставаться хорошим евреем. Хорошим, менее хорошим относится евреем. Ну, пое немножко хлеба. Хлеб – это самое главное еда. Ребята, вы согласны? Каждая трапеза – это хлеб. Если нет хлеба – нет трапезы. Как беречь надо хлеб, нельзя выбрасывать, не дай Богу. Накрываем хлеб, чтобы не обиделся, когда делаем кедуш. Столько всего уважительных моментов для хлеба, потом вообще нельзя его видеть, чтобы его не было вообще, как будто не существует. В чем же дело? Да, это наш вопрос, а? Непонятно, да? Непонятно. Окей. Ну, я хотел бы дать вам такой пример. А, кстати, есть еще митцва. Это митцва, что нельзя делать, нельзя пушить, да? Есть митцва, что надо делать. В данном случае это жито приношении. Мы заточняем, что удостоились, что у нас была барашка, кто любит барашку. И навертили, что мы могли это сделать. Кто может делать и не делает, что будет с ним? Карет. Что такое? Это ты что-то хочешь добавить. Представь себе, что, допустим, кто-то хочет дать, допустим, давайте переводим это на уровень два друга, скажем. Допустим, нельзя обижать друга, да? Если кто-то делает, что-то поступает нехорошо другом, который он не переносит. Он говорит, я уже не твой друг. Может быть, такое случилось, да? Может быть, это он такая личная вещь. Он может обижаться, да? С другой стороны, это я понимаю. Ну, допустим, сказано, что надо другу иногда дать подарок, а ты не дай ему подарок. Он уже не друг. Это уже немножко по-другому звучит, да? Но можно это увидеть. Чего? Соскучились по вас. Соходите. Шима, смотри, где твои инструменты. Вот это. Ну, можно сейчас... Э-э-э-э. Адам Шима, чтобы были в курсе дела, мы спросили, почему настолько тяжелые два митцвод, очень тяжелые последствия, а именно, если кто кушает, казает хамец, он уже не еврей, и кто не делает жертвоприношение, барашки, песок, или козленка, если он может, то сделать не хочет, не делает. И я хочу вам сейчас сказать пример хороший, чтобы это было доступно, окей? Представьте себе хорошую семью. Если, допустим, папа говорит, оно очень важно для папы, что ребята дружили, не обижали друг друга, или, допустим, не дай бог, не делали какой-то... Ну, как я вам сказать? Ну, бывает не просто дерутся, но что-то очень сильно такое, да? Избивать и что такое. Не совсем похож на хамес, но в любом случае, хамес я еще потом скажу. Но если папа видит, что один из сыновей очень некрасивый видит себя с другим, то переходит все границы, да? Угу. Там говорит, эй, я сомневаюсь, что ты из нашей семьи, ты не подходишь к нашей семье, да? Он должен делать что-то очень грубую вещь. С другой стороны, допустим, папа говорит, ребята, вот это развалится наш дом, и мы хотим новый, построить новый дом. Хотите? Да, мы хотим, все будет помогать, да. Один говорит, а мне не интересно, мне плевать. Это все будущее наше, это все с нас заберут, или там будут, придут враги, я знаю, что... Нет, меня не интересует. Меня не интересует, мне не час продолжения семьи. Угу. То есть это, он сам себя отрывает. Окей? Теперь, что такое хамец, почему хамец такой, насколько это строго? Потому что это похоже, то, что мы говорили, как-то говорили об этом, вы помните, как в Америке кола. Кола, да, это Америка. Если ты пьешь кола, ты американец. Нет. Нет. Или ты часть этого, если я тебе скажу, ты часть этого, этой культуры западной. Вот. Даже там написано, что они начали, вышли на связь с Китаем, международный экономический связь, и они поставили цели, контейнер огромный коль для Китая. Что вы уже все связаны с нами, вы часть большой Америки. Вот это был хамец в Египте. Хамец – это Египет. Потому что до того вы делали лепешки там, на солнце там и так далее. Питы там бывают, да. А сдобный хлеб – это открытие Египта. И поэтому, когда мы рождаемся, начинаем новую историю в нашей жизни, мы отличаемся от Египта. Мы не Египет. Кто теперь говорит, а меня не волнует, я хочу, как в Египте. Значит, ты не начнешь с нами новую жизнь. Ты, получается, не хочешь бить евреям. Все. Вот это хамец. Бить египтеанином или бить евреям? Все. Ок. Теперь давайте первая Мишна. Глава первая Мишна первая. В ночь на 14-е Ниссана проверяют наличие хамца при свете свечи. Каждое место, куда не заносят хамец, проверки не требуют. А почему мудрецы сказали о двух рядах бочек в погребе? Они имели в виду место, куда заносят хамец. Школа Шамая говорит, проверяют два передних вида бочек во всю ширь погреба. А Школа Елеля говорит, два внешних, то есть в верхних рядах. Спасибо большое. Может быть, помните, мы немножко уже каждый раз как там смотрели эту первую Мишну. Остальные не смотрели. Но вот я хочу напоминать, о чем идет речь. Конечно, Мишна всегда на китайском, на полукитайском. А вот что это 2000 лет назад было быт, который мы не знаем, не живем этим. Поэтому надо как-то снять, как будто бы земля грунт, как будто бы все раскопки. Например, с грунтом, грязью. Надо очистить, посмотреть там драгоценные камни. И потом, что это нам говорит, светит для нашей жизни. Значит, мы хотим понять, о чем идет речь. О чем идет речь здесь, ребята, кто понял? О чем идет речь здесь, в этой Мишне? Дикат Хамец. Дикат Хамец. То есть проверки Хамеца, когда это происходит? При свече. Нет, когда? А, 14-го. Что за 14-е? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Что за день? Перед Песеком? Это, да. То есть это... Накануне? Накануне. Накануне Песека. Да. То есть следующий день у нас уже Лейла Седарь. Хорошие, добрые времена. Барашка, да? Да. Окей. Значит, предыдущий вечер, ночь, и написано в ночь, после, после, как стало темно, самое первое дело, закончили орбит, все идут домой и начинают проверять отец там, сыновьями, обходят весь дом, все комнаты, все открывают, и кухня заходят, и шкафы, холодильник, все проверяют, или не осталось поместь. Потому что, если осталось поместь, что тогда будет? Горят. Если покушаешь. Окей. Поэтому надо проверить, чтобы не было... Даже если ты не поел, но остался где-то в морозильнике, пить ты, или где-то в махсане, в кладе, ящик пива, у тебя есть грех, который надо расплачиваться. Незакрытые. Неважно. 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 Это твое. Все. Ты ела грех. Ты как будто бы, ты говоришь, окей, я не ем это эгиптианский хлеб или пиво, но на всякий пожарный у меня есть. Запасался. Чтобы потом пройдет праздник, а быстренько вернусь и опять в Египет. Можно вопрос? Если не еврей живет вместе с не евреем, то еврей может продать хамец не еврею, если они живут в одном помещении? Ну, это два вопроса тут. Потому что, во-первых, не еврей, если живет у тебя, он имеет право кушать хамец. Свой. Если он живет в одном доме? Да. Это его хамец. То есть ему можно продать, да? Написано, чтобы не было у тебя хамец. Но надо просто огораживать тебя, не разбуливаться, покупать. А если дом твой, и он живет у тебя в одном доме? Не важно. Если, допустим, его комната, и он работает у тебя, да, он имеет право кушать хамец. Он обязан кушать маца, нет? Если он в кармане возьмет публику и пойдет по-другому. Нет, он не имеет права разгуливаться, кроме своей комнаты. Понимаешь? А если, наоборот, если это его дом, он имеет право там, что хочет делать, мне как быть, а я живу у него. Да. А ты живешь у него? Да. Но ты дело будешь делать тогда великатами в своей комнате. Это его дом. Допустим, пригласите нас на трапезу. Это не конечно. Кто? Сейчас, минуточку. Это мы сейчас разбираем эту мишна. Значит, мы проверяем хамец, это понятно. Окей. Почему при свече? Почему не написано? Почему не пропустить? Почему не фонарик или почему не на солнце? Сегодня можно и фонарик. Можно и фонарик. Но написано на нас при свече, еще не было фонарика. Но я вам скажу, тут есть намек. Свеча эта обычно символизирует свет души. Молодец. Свет души. То есть мы свет души и своим разумом, в общем-то, разбираемся. Пройдемся по всему дому и по себе. Надо карманы смотреть. Даже гемары открывают. Да? Как я учу эту гемару? Ну, может быть, там есть, покушали там какие-то угиодки, такие печенья, да? Но в прямом смысле, в прямом смысле, мы всегда удочисляли в явном виде, чтобы не было гордыни, что не было ецерара. На неделю. Это, конечно, хорошая задача, да, чтобы у нас не было гордыни, не было ецерара, потому что это наша сущность. И то, что мой эго, это я, да, то, что я знаю, то, что умею, то, что понимаю, это основное у человека, да. И поэтому это то, что, если говорят, это как хлеб растет, мы тоже чувствуем свою важность. И мы не можем быть как матца, матца плоская, там как будто бы у него ничего нет, только его не видно. То есть мы не можем полностью отречаться, отказаться от самого эго. Но вот это такой идеал, что если ты дам можешь на неделю, тогда ты попадаешь в другой мир, в мир Творца. Потому что когда мы видим себя, мы находимся в мир познания добра и зла. Я в центре. Это мой мир. Я решаю. Но мы сказали это только на 70-120 лет. Но Песах – это праздник, когда открываются на ворота, открываются просторы на бесконечную жизнь. Песах – это праздник бесконечной жизни. Мы начинаем в человечестве новый этап бесконечной жизни. Все открыто. И поэтому это только возможно, если весь народ видит себя как часть, не как центр, а как часть этого бесконечного мира. Все да? То есть это переход, мы начинаем переход среди всех народов из греха первого человека кушать познания добра и зла для себя, интересы для себя. И переходим к общему. Это можно сделать на неделю, чтобы мы были без интересов, только жили интересами семьи, только жили интересами народа. Это возможно? Невозможно. Это очень трудно. Это называется, ты нашел хамец в празднике Песах. То есть ты находишь у себя какой-то интерес, какой-то ецер, да? У тебя есть хамец. Что ты с этим делаешь? Что надо делать? Сразу сжигает на месте. То есть и снаружи, и внутри. Если ты нашел булочку или пиво, выливаешь, ты булочку сжигаешь. Если нашел в себе какое-то ецер, сжигаешь. И так у тебя, в общем, будет потрясающее хамая, жизненные ощущения, которые никогда не было. Это только на неделю, чтобы мы знали, кто мы. То же самое, это как будто продлевается дарование Тори, там было какие-то мгновения, видели все, да? Вели на полной связи с Творцем. Это сейчас как будто мы хотим раздвигать на неделю. Потом все, потом надо начать работать. Потом семь недель, работай, работай, надо это исправить, это исправить. Но пока мы будем как мотца. Мы тебя слушаем и с тобой, как, допустим, даже муж-жена, то есть свадьба. На свадьбе или там, да, на свадьбе, или даже недели, да? Если могут, конечно, так жить, только один для себя, для другого, не для себя другого, да? Если могут, потом уже надо будет работать над собой. Ты же не будешь самое первое время только думать о себе на свадьбе. Потому что тогда самое главное только теряешь. Все, да? То. Давайте, я только хочу сказать, что то, что связано с вином, вино это не хамец, мы же говорили, но в духовных мирах наших тоже может быть гордыня и интересы и цари. Поэтому мудрости намекают нам в переносном смысле, тоже проверяя себя не только физическом, но и духовном мире. Не только, что ты, допустим, у тебя интересы деньгами там и все такое, но в духовных мирах у тебя тоже может быть эгоизм. Мы с этой духовной эгоизмом говорили намного сильнее, чем материальный. Окей, пошли дальше. Так. Вторая мишна. Мишна вторая. Не опасаются, что крыса перетащила хамец из помещения в помещение или с места на место. Потому что, если так, то со двора во двор и из города в город, и конца этому нет. Да, любопытная мишна. О чем идет речь? Получается, например, начало открыть. Ну, слушай, на ценном щаре больше миши крест, чем люди. И они быстро размножаются. Так что это в какой-то мере там намек, наец и рада. Во всяком случае, мы сейчас, я вам скажу по простому, о чем идет речь, как мы проверяем хамец. Мы проверили в одной комнате, зашли в одну комнату. Проверили, все чистенько. Все щели, там свечи, там все. Открываешь кафе. Проверено. Открываем дверь в следующую комнату. А там эта самая мишенка или, не дай бог, креста. Значит, во рту у него кусок хлеба. Не сыра, а хлеб. Все, да? Но она испугается. Испугается, вот я открыл дверь. Он говорит, он быстренько идет в ту комнату, в которую я проверил. Что тогда будет? Он будет там, это с вами, мусор, и там будут крошки. То есть, это да? Он говорит, не подозреваем. Не подозреваем. То есть, Тора говорит устно, а то неважно. Он говорит, мы не подозреваем. Потому что, если так, ты проверил один дом, переходил другой дом. Проверил свой двор. Он переносит в другой двор. И так далее. Совершенно непонятно, как мишенка и крестца переносят из одного города в гору. Там пробежать 50 километров. Это очень непонятно. Таким образом, мы должны понять, о чем идет речь. Это все вечно нам говорит через мудрецов. Ты не думай, что если ты делал свое исправление, то есть, потом кто-то это испортит. Нет. Это будет как будто бы волнами, такими кругами будет расширяться вот эта чистота. Не будет портиться. То есть, то, если ты хочешь очищать свой дом, то будет чисто. Совершенно идет по нашему, как бы, желанию. Окей. Потом, и следующий дом, и вот этот двор и квартал. Это все будет распространяться Геулла. Да? Потому что, если не так, тогда никогда не было Геулла, никогда не будет избавления, никогда не будет новый мир. А это невозможно. Почему невозможно? Потому что Всевышний заинтересован в этом. Так как Всевышний заинтересован в этом, чтобы все общее Геулла во всем Израиле, а потом во всем мире, поэтому, мудрецы говорят, не будет так, чтобы ты уже то, что проверил и исправил, и, значит, это опять в Песах, в разных Песах опять будет нечистое. Все да? Можно рассчитывать на это, что весь Израиль становится одной семьей, весь Хамец. Окей. Следующий. Глава вторая, Мишна первая. Все время, пока разрешено есть Хамец, кормят им домашних животных, зверей и птиц, и продают его нееврею, и можно извлекать из него любую пользу. Прошло его время, нельзя извлекать из него какую бы то ни было пользу, и никто не затопит им ни печь, ни плиту. Раби Иуда говорит, нет другого способа уничтожить Хамец, кроме сожжения. А мудрецы говорят, так же крошат его и развеивают по ветру или бросают в море. Спасибо. Значит, вторая глава тоже про Хамец. Пока про Хамец мы смотрим Хамец. Значит, накануне уже тот же день, то есть крест с крестом на самом деле начинается с полдня. В 12 дня уже можно резать барашку. С полудня. С полудня. С полудня. Не ночью, не он. 14? Нет, это уже... Нет, 14. Это 14. А то, что раньше ночь на 14, это на самом деле по нашему по счету 13 ночь. Да? Но это предыдущая ночь 14. То есть 15 еще только вечером наступит, а уже 14 днем могу... 14 днем мы уже режем барашку и потом уже жарим вечером. Кушаем. Ну, если это была суббота, если это была суббота, если не суббота, то можно раньше жарить. Кушаем 15 ночь, значит, на 15 ночь, до которого часа можно 14 хамец кушать. До 2 часа? До 3 часа. До 3 часа. До 3 часа. Нет, днем. Мы говорим сейчас про день уже. Мы проверили ночь, в предыдущей ночь провели хамец. Утром, наступило утро. До конца 3 часа. Мы можем иметь право еще кушать хамец или нет? Да, до 10 там. До 10, да, приблизительно. Четвертого, то есть? Четвертого. Десятого. Десятого можно кушать. Или третьего. А это, наверное, четвертый час. До конца 4-го можно кушать. Да. Это 10 час утра обычно получается. Понятно. Потом есть мишна, потом часочек ты не кушаешь, но еще не обязательно. Сжигать. И потом с 11. На самом деле мы сжигаем. Сегодня так мы делаем. После 10 до 11 сжигаем. То есть, когда наступает полдня, полдень, все, уже нет хамец в Израиле. То есть, только в Гуи. Не евреи. Всегда? Эм... Теперь... А что это? Непонятно. Мишна на самом деле. Кто там нашел что-то непонятное? Да. Да, скажи что. Что? Раби вот так говорит, что не только жечь, а жители говорят, что можно его просить. Нет, я имею в виду, извиняюсь, я извиняюсь на самом начале. Все время, пока разрешено есть хамец, кормят им домашних животных, зверей и птиц. Но это... Зачем это надо написать? Конечно, если я могу кушать, то это самое строгие вещи. Я тоже могу извлечь из этого пользу, допустим, кормить свои животные. Да? Почему это надо написать? Что, несмотря на то, что я могу кушать, да, я могу еще давать, допустим, коробу. Чтобы меньше выбрасывать. Да? Нет, но это понятно, что если я могу кушать, значит тоже скотина еще больше может кушать. Я вам скажу, что тут Мишна говорит. И тут надо знать, что есть такое мнение, что есть три часа, не два часа, что нельзя кушать, можно кушать, потом нельзя кушать, не так черно-белее. А до десяти, Габангамлин говорит, до десяти нельзя кушать, можно, извиняюсь, можно кушать семь. Угу. 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 нет цены меньше стоит груш груш грош без цены почему потому что он будет обратно тащить нас в египет обнатащить нас в этот мир когда перед нами открывается новые настоящие счастливыми тут и последний лично покажала 3 мишна 7 идет резать свою жертву песок или совершать обрезание своему сыну или на трапезу в честь обручения в доме своего действия и вспоминает что в его доме есть хамец если может возвратиться уничтожить хамец и опять вернуться к исполнению своей заповеди пусть возвратиться и уничтожить а если нет пусть отречется от него мысленно идущий спать спасать от набега от наводнения от разбойников от пожара или исподоблава пусть отречется мысленно а идущий чтобы провести отдых там где он хочет пусть вернется немедля но тут это же я совершенно явно в том виде говорит о личной святости да потому что значит и и сказали что когда же это приношение после полу дня уже не должно быть хамец да ночью проверяли а утром сжигали то что остался но он идет допустим своими друзьями или из большие семейства дедушка бабушка там вся семья собирается и он вспомнил опа мы сейчас идем делать жертвоприношение аму не остался дома я вас помню там поздно вспомнил бутылка бутылка виски или не знаю виски это тоже пшеник это кукурузный пшеник пшеник или пива и там что угодно он вспомнил не имеет права делать это самое пасхальное жертвоприношение если он не делает жертвоприношение он отрезан от еврейства что ему надо делать вернуться окей что это значит да что есть ли я остался в египте в личном мире остался эгоистом на пейсах думаю только о себе о своих интересах тогда это надо как-то если переносном рисунке и смотрим надо тогда срочно это сжигать себе теперь есть и он делает совершает обрезание сына какая-то не какое отношение имеет обрезание к пейсаху кстати это 2 совы заповедь который мы если мы не делаем можем делать не делаем тоже не остаемся евреями то есть если до конца своей дней еврей не делать себе обрезание допустим родители не делаем и он это самое это зачем это мне надо значит он тогда помрет не евреем не евреем да то есть обрезание это тоже карет если ты не делаешь о но здесь и да ты если он делает своему сыну почему настолько важно это по меня шер хамец же не креста правильно но можете сказать это все мне песок у него обрезание окей 0 сучах и хамец надо убрать октата с нами даже сказать что когда мы делаем обрезание значит тоже не должно быть тоже это мы посвящаем как будто без своего сына какой-то мере кстати полноценным членом еврейского народа до в идеале семь дней он пожил спасной день уже в природе господи не он поднимается выше природы стать частью это мира творца и поэтому эгоизм не нашплит вмешающим фактором это же самое свадьба мы говорим свадьба настоящая свадьба если человек думает только о себе тоже ничего хорошего из этого не видит таким образом таким образом мы видим что есть какие-то особые праздники песок видит мила и свадьба которые требуют от нас что мы будем и поднялись над своим эго на своими интересами и вышли на платформу жизни общая жизнь творца как часть еврейского народа да это обрезание тоже он становится он входит при тавра мавину свадьба тоже как и басис еврейского народа это новая пара таким образом обязательно надо добираться до полной связи а теперь если но если он уже не может до вернуться тогда хотя бы мысленно духовно отличается от хамец и это ими говорили об этом духовном смысле а теперь если идущий спасатель от набега то есть когда есть какие-то тяжелые вещи как сегодня тоже к сожалению мы слышали да это эта ситуация в израиле да или без мире там евреи там есть обвали там всякие значит такому случае достаточно отличаться мысленно то есть случая спасение души первичной и то есть внешняя ситуация не позволяет тебе добавил напоминать галут вот все эти вещи которые бывало у нас галуте на берег то есть ты не свободен своей стране это ли враги то ли на войне нету разбойники ты не можешь быть свободным ты не можешь явно открытом виде стать свободным тогда хотя быть будь 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 свободным духовно галуте и тогда здание останется евреем среда галуте это не может свободен со всей страной и быть свободным хотя бы останься свободным духовно отречься от своего эгоизма во имя будущего светлого когда все приедут израиль хотя бы мысленно я часть этого народа и конец а если только для кевка говорится да он хочет отдыхать праздник пресса да он заказал гостиницу там будет все и я уже жарко месяц вернуться и опоздаю служена нет иди домой и почисти все потому что праздновать песню и уфи а давайте споем песню и закончим есть как это вопрос и добавление как это тема очень интересно интересно и а а и а а и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok